всем привет это level performance наш сорок второй выпуск и у нас юбилей 50 тысяч подписчиков как мы уже завели традиционно будем разыгрывать футболки 50 футболок отправятся к своим счастливым обладателем после очень простых действий переходите по ссылке заполняйте свои данные куда мы отправляем с деком посылочку или адрес офиса из которого будете забирать получаете уникальный код и в комментарии пишите что вам нравится что не нравится просто привет спасибо добавляете туда этот номер и вы участник розыгрыша после этого просто ждете и всех 50 счастливчиков мы перечислим ну а следующий грандиозный конкурс мы устроим на 100 тысяч в общем ряда еще раз лично от меня спасибо за то время которое вы нам уделяете можете получится сюда заехать неожиданно столкнулись проблемы огромные зверюга этот рам тэр икс чтобы заехать к нам на работы приходится спускать сейчас колеса мы спускаем покрышки там до 0 8 0 7 и только так попробуем проехать внутрь и если же это не получится но тогда только останется ремзона где у нас проездная мойка позволяет туда трактора загонять импровизируем мы конечно не поле чудесно у нас иногда бывают очень приятные гостиницы от наших друзей в общем ребят если вам когда-нибудь придет в голову мысли как спасибо сказать автосервису вы можете выбрать березовый сок кадре у нас редкая м5 у которой не потек бачок здесь достаточно необычные вещи отломился кронштейна тюнингового выхлопа мы его подваривали и чистим дренажи через которые вода с лобового стекла должна вытекать вниз а не стоять как капотных ниш поэтому механика сейчас аккуратно размягчает грязь и высасывает ее оттуда пылесосом делать это важно на любой машине и все вот эти вот ниши корыто обязательно каждое то нужно осматривать перед вами дамы и господа двигатель который мы будем устанавливать нашу бмв к с м5 конечно же который в прошлом сезоне всех выносил там на сток турбах и сейчас переживает от серьезных доработок как вы видите здесь установлены уже модифицированные турбины по сравнится стоком конечно просто огромный такие ведра чтобы все это здесь установить и разместилась нам пришлось разработать смоделировать изготовить напечатать вот эти вот выпускные коллекторы посмотрите просто насколько технологично и в условиях очень небольшого свободного пространства выполнены они и как проходят все эти раннеры нереально крутая работа то есть этой по инженерке просто топчик на мой взгляд сейчас будет выполняться обвязка так как штатные трубки конечно же не подходит мы в принципе делали подобную работу уже на бмв x5 все это повторяем накидываем на весухи отправляем уже в двигатель но перед этим к движку нужно будет пристыковать коробку передач если вот эта вот коробка которая здесь не была установлена это как раз доработанная наша урия коробочка вот смотрите модная наклейка какая мы сюда переставляли гидроблок из той коробки который стоял на автомобиле чтобы исключить вот эти все работы по перепривязки отвязать от это привязать к этому прописать подключить проще просто взять перестать гидроблоки эти вопросы все будут решены и сейчас как мы это всю процедуру закончим все это состыкуем и закидываем автомобиль ну а собственно в предыдущей серии у нас миша выезжал из-под этого автомобиля сегодня нас ждет замену ролевых тяг которые ну ожидаемо абсолютно на таком размере колес и такой ширине колеи изнашиваются достаточно быстро подвеска в целом абсолютно не убиваемая но конкретно рулевые тяги всегда испытывают высокую нагрузку как только у стандартная ширина колес и их вылет в общем машина на которой очень удобно подтягиваться это amg gtr эта машина интересно конечно в первую очередь своей компоновкой транс-эксел это когда у тебя коробка сзади вместе с редуктором в одном модуле а мотор находится спереди соединили они такой карбоновой трубой которая держит их от вращения относительно друг друга и очень жестко соединяет детали мы в коробке передач от этой машины ремонтируем электронную систему которая там отвечает за включение выключение передач и меняем сцепление агрегат этот такой очень нежно капризный и очень часто течет на соединении редуктора и не самой коробки передач ты до последний момент даже не знаешь какой из контуров тек потому что вытекают они примерно через одну дырочку всем привет с вами отдел детейлинга и сегодня более детально хотим рассказать про автомобиль который у нас в работе porsche 911 на этом автомобиле мы делаем деликатную чистку кожаных элементов в салоне детейлинг уборку мы заменили на нем лобовое стекло и будем клеить его в защитную пленку также будем оклеивать оптику и противотуманные фонари когда мы предлагаем деликатную чистку кожаных элементов салона очень часто от клиентов мы слышим возражения зачем это чистить она уже и так чистое но сейчас для вас мы почистили квадрат на кожаном сидении чтобы вы поняли насколько это большое заблуждение деликатная чистка кожаных элементов салона делится на два этапа первый этап мы всю кожу чистим специальной щеткой и деликатной химией для кожи далее ждем ее полного высыхания и обрабатываем ее премиальным защитным кремом что позволяет нам избежать высыхания и растрескивание кожи и сохранить ее мягко эластичный на весь период использования чтобы не отставать от современных тенденций мы постепенно начинаем знакомство с электричками и знакомим с ними и вас перед вами сейчас zikr 001 интересный автомобиль по мощности это 272 лошадиные силы 434 ньютон-метра но все же знают что китайские производители они копируют какую-то популярную модель склеивают из двух машин получается типа тачки из gta и потом начинают в нее напихивать крутой там электроники начинки чтобы машина в целом была привлекательная интересная то есть действие платформа была взята panamera с touring по моему да а передняя часть 10 это с другого китайского автомобиля lint&co 5 эта модель кстати приехала к нам в жирной комплектации еще и спорт версия то есть она отличается от обычной нестандартными сидушками мы сейчас их увидим попозже и колесами уже 22 у них диаметр и тормоза что немаловажно брэмбовский комплект тормозов ну давайте пооткрываем все что здесь открывается пробежимся с вами потому что для меня это тоже будет в новинку я не прочитал кучу литературы не облазил весь всю эту машину поэтому будем знакомиться с ней вместе начиная вот с дверей открываются они может кто-то уже встречался с этим просто нажатием когда садишься в автомобиль ожидаешь подсознательно что здесь будет куча всего тумблеров каких-то кнопочек непонятных тебе систем а здесь ну вот по первому впечатлению совершенно другие эмоции то есть вокруг тебя окружает там один дисплей здесь вообще минималистично максимально он сделал до большая планшетка посередине но этим уже никого и не удивишь и она довольно естественно здесь смотрится ну и я точно не знаю но 99 процентов почти все системы здесь управляются еще и голосом по салону по качеству исполнения да может кто-то для кого-то это грубовато покажется но мне вот лично на получу очень нравится материал и механическим вот этими воздействиями я не заметил чтобы здесь что-то болталась скрипела в ходу конечно все будет понятнее нагляднее насколько шумка здесь работает вот часто у китайцев по шумке есть вопросы то есть они рассчитаны и не под какие-то запредельные там скорости допустимые разрешенные но мы-то все ездим побыстрее обычно и часто бывает у китайцев проблемка что что-то где-то начинает либо сарок либо с багажных отсеков шум доносится посадочка по регулировкам по самой сидушки это вот спортивная версия сидений про которые как раз говорил здесь регулировки все которые возможны но это уже классика а здесь у нас ребята x6 м 50 ай и машина интересно сразу несколькими вещами во первых у нее на пробеге всего 10 тысяч километров практически наглухо пухом забиты передние центральные радиаторы что встречается крайне редко еще раз 10 200 радиаторы точно не позволит системе охлаждения работать как положено ну а во вторых обычно кажется что м машины сложнее но вот на моторе n63 в кузове получается у нас g06 гораздо сложнее чем на мки поменять down pipe и казалось бы кто мог такое представить ну а собственно машина у нас это на установке down pipe of почему вот эти вот два яйца которые есть в rde rde 2 машинах но так называемые евро 6 евро 6 плюс комплектации которые везут сейчас массово из европы они не такие как на российских машинах и это абсолютно лишает человека от удовольствия рулем тебя лишает полностью ощущение что ты едешь в м автомобиле потому что он мягко говоря свистит громче чем работает двигатель в общем это боли и унижение для тех кто купил машину ради своего удовольствия ferrari f8 я думаю в представлении не нуждается машина чудовищно красивая особенно вот эта вот часть у нее смотрится классно и особенность эксплуатации автомобилей в наших широтах во первых это вездесущий гравий который с дороги сюда засыпается везде поэтому у нас даже без мойки днища такие машины иногда уезжают легче на килограмм полтора чем приехали к нам и это не значит что мы сливаем из них бензин вот сейчас я уселся задней части автомобиля переднее водительское сидение максимально отодвинуто назад у меня при росте метр восемьдесят здесь там по кулаку еще здоровенному этому влезает над головой пространство кучи и только сейчас я обратил внимание панорамная крыша насколько прикольно выглядит со стороны пассажира вот это смотрится действительно и дорого и богато для пассажиров сзади также есть вентиляции получается можно менять угол наклона спинки открывание дверей также с кнопочки музыка солнце над крышей это наверное тонировочка панорамы вот это прикольная кстати опция 10 процентов сто процентов пока что непонятно если честно проценты меняются а что происходит непонятно но давайте с вами вместе посмотрим что нас здесь ждет и о боги да ничего удивительного здесь все закрыто панельками щитками доступ к батарее к омывайке к охлаждающей жидкости но и место под один сочный спелый арбуз если вы поедете на дачу живет здесь набор водителя на подкачку там всякие приборы крюк ничего интересного посмотрим что уже нас ждет сзади находясь сзади автомобиля сразу бросается в глаза фонари оптика конечно вне всяких похвал это мега круто и обратил внимание на вот это вот изгиб антикрыла на крышке багажника напомнил сразу джили атлас или атлас про так вот покопавшись немного почитав информацию действительно создатель платформы на которой построена эта модель этот жили джили компания выпускает так сказать болванки под электрокары у них есть своя платформа с по моему которая называется и вокруг нее уже собираются разные машины там 5 или 6 моделей уже есть интересная очень такая вот история но посмотрим же что находится внутри тогда небольшой багажник но довольно таки вместительный но сразу вот видно что узкий довольно таки узкий на мой конечно субъективный взгляд в комплекте с автомобилем вам дается китайский специальный это для душевой кабинки наверное до поливал к но нет конечно же комплект зарядки обычно вот под этим полом запаска да и куча всего интересного технические какие-то отверточки посмотрим что здесь ничего представляете просто просто под этой под этим полом второй пол такой же гладкий но и все принципе обратите внимание здесь и что-то выделить больше ни за что глаз не цепляется ну и давайте подведем итог интересная электричка как снаружи так и внутри про основные моменты мы уже с вами пообщались про запас хода 1000 километров обещает завод производитель но по факту это 600 700 по сравнению с той же самой теслы все равно на порядок выше по динамике 36 до сотки для городской эксплуатации более чем достаточно интересно ваше мнение теперь как вы вообще относитесь к электричкам считаете ли вы что за ними будущее замечали ли вы что рынок начинает переворачиваться и они заполоняют его либо вы все-таки приверженцы бензиновых либо дизельных автомобилей ну а здесь на собственно виновник всего этого разбора задней части автомобиля штатный глушитель в тихом режиме омерзительно тихий вот он возмутительно свистит мы устанавливаем вот такой глушитель на литек у которого сохранен присоединительный размер на входе и выходе но его конфигурации по самому выпускному тракту заставит его работать громче в первую очередь в тихом режиме громкий при этом завода ну в принципе прямо точно так что машина станет более гармоничной и всегда будет хотя бы как-то напоминайте своем звучании ну 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 а в инженерке у нас сегодня закончилась сборка впускного коллектора для двигателя в 12 я думаю что эта вещь достойна внимания каждого фетишиста и перфекциониста потому что мы уделили внимание буквально каждому маленькому болтику каждому крепежному элементу которые во первых выполнены по стоку во вторых сделаны максимально красиво как обычно сложные большие детали нам фрезеровали ребята из бокс 39 человек который там занимается преобразованием наших 3d моделей в софт по которому уже дальше работает станок настоящий художник он полностью реализовывает все задумки наших инженеров по созданию так называемого тупо то есть следа от фрезы сама по себе эта штука у нас во первых позволит равномернее наполнять цилиндр мы уже говорили что это поцилиндровый метанол поцилиндровый впрыск бензина и в целом unlimited boost то есть сюда можно дунуть столько что лопнет все вокруг кроме этого коллектора и здесь сохранен у нас штатный присоединительный фланец интеркулера но следующим этапом если владельцы сохранится запал на эту историю мы сделаем сюда еще и новые модифицированные интеркулера так что сегодня у меня в руках вещь потрясающий совершенно восхитительной сложности мы прикладываем все усилия чтобы наши вещи выглядели работали охренительно круто чтобы открывая капот думал вот это да пацаны постарались и сделали и мотору чтоб все это нравилось так что внешняя красота технологическое совершенство мы даже придумали как из кусочков собрать топливную рейку чтобы ее не повело по сварке ну и вот посмотрите как все это выглядит так что я честно говоря вот сплю и вижу как такая вещь анодированная или вообще золоченая находится под капотом какого-нибудь rolls-royce который в широком обвесе от rdb la стелет по улицам лос-анджелеса конечно он им нафиг не нужен но он же красивый так что поедут ли у нас какие-нибудь заграничные цыганские заказы на эту штуку вы все уже слышали миллионы дифирамбов этой машине рэм трх действительно охренительно хорош он даже с завода звучит он с завода едет так что шарики за ролики заходят умопомрачительно даже я бы сказал для большинства нормальных людей но иногда кто-то ездит с прицепом иногда прикатывается и становится мало так произошло и с нашим героем мы делаем здесь стейдж 2 плюс 100 примерно получим сил 120 150 ньютонов посмотрим по ходу дела для того чтобы поднять надув здесь нужно поменять два ролика чтобы компрессор быстрее крутился попутно свечи и катушки катушки форсунки для впрыска топлива машина это получить кроме того downpipe и выхлопную систему для более такого емкого звука потому что шумоизоляция здесь лишает владельцу удовольствие от выхлопа у нас какой-то получился в этот раз ролик про выхлопа но на этой машине он действительно полностью соответствует внешнему виду когда ты прицепе везешь квадроциклы и сам при этом еще кайфуешь от дороги ну а вот к этому автомобилю мы подошли в самый волнительный момент это бмв м5с на которой мы в прошлом году установили рекорд галактики на штатных турбинах проехав 9.465 на стандартных турбинах четверть мили машина у нас использовала абсолютно каждую единичку мощности которые можно было получить в той конфигурации и сегодня мы вот уже установили на место силовой агрегат с новыми большими турбокомпрессорами новыми выпускными коллекторами которые мы разработали и напечатали из инконнеля для того чтобы максимально рано распулить турбины в общем задача иметь такой же лютый стат как в прошлом году а напомню нашим 5 стартует так как не каждый 911 и при этом ехать ходом люто чтобы скорость выхода с любой дистанции была запредельно высокой по сравнению с предыдущей нашей конфигурацией и соответственно сократить время прохождения дистанции чтобы она быстро разгонялась было и fast и quick как говорят американцы которые очень четко разделяют эти два термина димон давай брат что у тебя колени там починили чтобы ты запрыгивал вот на второй этаж вообще мы тебя лечиться не просто так отправляем ты что он огромный просто и весит килограмм 200 и вот эти вот запчасти не выдерживают вот я пойдет мы переводим колени диман на шарнирные соединения да и диман никогда больше не будет ломаться вот это мясорубочка конечно вот вот это понимаешь прям туда тише господи как же хорошо работаем с trx и мы хотелось бы вам сейчас на примере показать что размер не имеет значения вот огромный шкив тюнячий который на колено будет и для его установки надо подразобрать снизу защитки поснимать всякие разные и работа ну не такая-то уж и геморройная а вот вам небольшой шкив так вот чтобы заменить вот эту небольшую деталь нужно его демонтировать из этой машины а он вот таких вот размеров чтобы его оттуда вытащить и он цеплять гусем потому что когда его открутили и попробовали просто зацепиться за него и сдернуть не он не поддавался даже никтос подумал что он забыл что-то открутить но нет он просто весит нереальное количество килограмм я могу конечно примерно прикинуть но я думаю килограмм 20 вот эта вот история точно весит плюс конструкция еще вот это так вот сейчас вот это вот все это просто процедура замена одного шкива также параллельно с этим конечно же подкинутся другие свечи которые входят в комплект форсунки и приводной ремень все это соберется и настроиться просто стейдж 2 поэтому просто стейдж 2 на trx и ни капли не просто друзья всем привет проекта audi r8 twin turbo реактив на стенде а это значит что все удалось друзья то что вы видите сейчас это без малого шедевр просто произведение искусства теперь я понимаю почему американские тюнинг компании оставляются именно так то есть чтобы первое похвастаться своим турбокитом а второе то что у них нет замечательной термоизоляции хитшилда на выхлопе и задний бампер они сто процентов бы сплавили в нашем же случае даже не знаю как оставить поскольку выхлоп получился очень функциональный с замечательным звуком и я очень горжусь тем что это разработано и произведено в россии а что же касается всего проекта в целом то мы получили 958 лошадиных сил на колесе это эквивалентно больше чем 1000 на моторе и остается проверить наш проект в боевых условиях на гонках на гонках олимп 500 плюс а это станет первым испытанием для нашей r8 а и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok